Я занимаюсь фридейингом 10 лет. Ныряю на 108 метров в глубину. Обычно ныряю в теплых морях, в прозрачных, чистых и, самое главное, теплых. Мои друзья долго уговаривали для того, чтобы понырять под лед. Первая реакция была такая, типа, что я там забыл? 20 лет я прожил на Камчатке, и да, я холод не очень-то любил. Два года я уговаривала этого человека, и пока не была придумана идея, что может нарунуть какой-нибудь рекордик, вот, у него интереса вообще, по-моему, особо такого не было. И вот я решил попробовать, посмотреть, что они там в этом холоде-то любят. Моя очередь. На прогноз погоды смотрела? Что там из погоды, беда? Нет, не смотрела. Костя сказал, что сейчас пока лед голый и толстый очень, сантиметров 50. Ого. Главное, чтобы в бурги не было, когда ныряли. Да. У тебя какой план? Хороший. Нырнуть на метр больше того, кто нырнул больше всего. Ты бы с ума и уверенностью? Человеке. Отсюда берется. Красота. Коротенький брифинг. Очень короткий. Привет. Здорово. Вы смотрите, мы сейчас едем на снегоходе. Сидите, пожалуйста, внутри саней, не вставая, пока я не скажу, что можно вставать, или не заглушу двигатель. Собственно, все. Правила такие несложные. Вот. Старайтесь, старайтесь себе не причинить каких-нибудь травм и неприятностей. Дорога займет минут 15. Это, наверное, крупнейший дайв-центр, специализирующийся на подлёдных погружениях разного уровня. То есть несложно заняться зимним подлёдным фридайвингом в озёрах на севере Европы или в горах, потому что они замерзают. А вот море, так, чтобы оно замёрзло, таких мест не очень много. Когда я сказал моим друзьям, Косте и Тане, о том, что я собираюсь тут нырять и нырять глубоко, они очень долго смеялись. Андрей, подо льдом рекорд. Значит, смешно. Он вообще же мерзляк. Я не ржал, потому что мне Таня написала, мы хотим поставить рекорд. Я окей. Мы поможем. Вы же едете сюда что-то делать. Это хорошая цель. Я сюда приехал попробовать нырнуть на пределе своих возможностей метров 70 в глубину, или, может быть, даже 71-72. Попробовать как-то нырять в ледяной воде под льдом. Воду разбавляю, потому что тут горячая прям совсем. Ну, то есть там чуть-чуть можно брать забортный, или майный. Ага. А может не брать, я не знаю, как тебе нравится. Нарится горячей водой совсем. Ну, спортом я занимался всю жизнь. С детства я занимался лыжными гонками, и даже шахматами немножко занимался. Занимался единоборствами. А вот когда я начал нырять в глубину, и понял, что это мне действительно очень сильно нравится, я отказался от работы в офисе и стал инструктором. Я был экономистом, замначальником плановоэкономического отдела. Я очень быстро принял решение о том, что мне важнее. Вот я просто в конце 2014 года положил заявление на стол и полностью переполз в фридайвинг. Вот она минута славы, да? Ты выходишь, а они тебя все смотрят. А ты такой, вот блин, мне обосраться, наверное. Мы сейчас уедем, не переживай. Ну вот он, тот момент, который я так долго ждал. А как общественность к матам относится? Нормально? Потом привыкаешь от греха. А мы свои ласты нечаянно оставили в Санкт-Петербурге. Мы приехали сюда без ласты. Вот теперь у нас есть ласта кости, одна на двоих. У меня нога больше, чем у кости на три размера. Поэтому в носке я в его ласту точно не влезу. Влезть бы вот и продержаться обычной голой ногой. Я мыло туда налил, да хренища. Да? Да. Поэтому мы разрезали носки, прилепили их сверху моноласты. И вот ныряйте в воду вот в таких валенках. Есть вообще куча сомнений, что вот это вот все будет работать. Да? Ты готова? Да. Сколько ныряешь? Это раз в 30. 30. Когда мы погружаемся вниз, весь воздух, который находится у нас внутри, из-за давления начинает сжиматься. И считается, что где-то на глубинах в 80 метрах и глубже наши легкие снимаются размером с апельсин. Сосуды наполняются кровью, и в каком-то месте они не выдерживают, и могут в стенке сосудов повредиться, и кровь выходит либо в легочное пространство, либо стекает по трахе, либо где-то в гортане собираются. Молодец. Сколько? 40. Мне казалось раньше, что я нырял туда, где темно. Думал, да, вот он, true freediving, настоящий страшный. И как-то я на этом так сильно заморачивался, что мне даже пару раз сон приснился, как я туда в эту черноту погружаюсь. А здесь все проще. Тут никакой черноты внизу, тут оно просто везде. Я ничего не вижу. Трос был в сантиметрах в десяти, я его по лайнеру нащупал, вот я его взял в руку, смотрел на него и так и не увидел. Ни руки не увидел, ни троса. Мы должны все время проверять наши пути, по которым мы ездим, потому что спикоход может провалиться под лед, сани могут провалиться под лед. Вот она трещина, она идет вот так вот через всю бухту. И она постепенно размоется и будет, и будет. Здесь вот всего 20 сантиметров. Еще пока ездить можно, но это 2-3 дня, может быть, уже будет 15, и на снегоходах уже нельзя здесь ездить. Белое море приливно-отливное, и два раза в день вода приходит из океана и уходит. И в некоторых местах, в зависимости от ландшафта, течения усиливаются. Вот есть места, про которые мы уже знаем здесь, где эти течения быстрее всего размывают лед. Там обязательно проверку надо делать. Ну, ты как бы ищешь баланс между тем, как согреваешься, ну я так для себя выбрал, между тем, как ты замерзаешь, и комфортными ощущениями. У тебя в Арктике, когда ты нырял на 65, там все чисто было, без травмы? Без травмы. В Арктике вообще все легко прошло. Там на удивление легко. Потому что замерз нахрен. Да потому что они еще в палатке замерз. В 2015 году в точке географического северного полюса я нырнул на 65 метров, и глубже меня там никто не нырял. Наломы льда, которые уходят на глубину 15-20 метров. Чистейшая вода, просто чистейшая. Вот с 65 метров все было прекрасно видно наверх. Глыбы льда вокруг майны, веревка. Там темно тоже, но не так, как здесь, в Беломоре. Здесь в Беломоре сложнее нарезать, чем на северном полюсе. У меня там заклинило только уши на 50 с чем-то метров. Что ты делал? Ничего. У меня такая, в голове такая, я не развернусь. И пошел дальше. Я, ну, продул. Продул. Сейчас ныряешь такой. Где воздух? Да какой нахрен воздух? Вот тут вот морда просто болит, и все. Рецепторы болевые, вот эти, которые температурные, они очень адаптивные. Они быстро адаптируются. А это, собственно, рецепторы температурные срабатывают вот на лице. Вот эти болевые ощущения, это рецепторы боли. Они, ну, по идее, день-два, и обычно все проходит. Не знаю. Отмираются. Они не отмирают, у них чувствительность снижается. Снижается чувствительность. Да. Все, они такие, а, ну, раз нас вот так, ну, ладно, хорошо, будем боль чувствовать по-другому. А? 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 Продолжение следует. Продолжение следует... А? Делаем массаж грудной клетки, снизу рёбер и немножко с обратной стороны под рёбами, для того, чтобы расслабить крепление диафрагмы. Чтобы рёберы были подвижны, можно немножко их в сторону порастягивать. Никакой мистики и шуманизма тут нету, эзотерики. Руку. Руку. Подожди, как я с лазером буду всё надевать. Нормально будет. Ранее. Мы через минуту срезем. Самое тяжёлое – нырялки на севере. Хочешь так одеться. Да. Я не могу работать в таких условиях. На меня давит со всех сторон. Семёрка? Там вода давит. Семёрка. Здесь пыль. Я не готов. Мне нужен ещё год на подготовку. Мы с Андреем работаем вместе 2014 года. Ведём наши курсы и тренируемся вместе. Это связано в первую очередь с тем, что придайвинг в одиночку, он в принципе невозможен. Спортсмены находятся в какой-то зависимости друг от друга. Один страхует, другой ныряет и наоборот. Андрей, он более такой спокойный, уравновешенный. Я, наоборот, немножко взрывная. И как бы это как раз... Дополнение хорошее. Таня? Таня, ну она суровая внешне. А так очень хороший, верный друг. Надёжный. Горячей воды в уши надо. Ещё-ещё? Ага, хорош. Спасибо. Я ей не могу не доверять, потому что, если я совершаю нырок, на какие-то предельные для себя глубины, я должен быть на 100% уверен в человеке, который меня страхует. Поэтому однозначно я ей доверяю. Конечно, доверие большое. Мы же ещё и тренируемся вместе. Всё-таки мы ещё спортивная команда, плюс ко всему. Выступаем на различного рода соревнованиях. Пять, четыре, три, две, одна. Старт. Плюс десять. Во время моего разворота я должен взяться за трос и хорошенечко подтянуться для того, чтобы моя коллега наверху услышала это движение. Ныряет таким образом, чтобы встретить меня примерно на глубине около 20 метров. Что-то рано, развернулся вроде. Что-то делает там. Пошла я пораньше. Может возникнуть потеря сознания в случае, если ныряльщик переоценил свои возможности. Последние метры самые опасные, потому что у нас заканчивается кислород обычно в это время. Соответственно, те метры, когда я поднимаюсь наверх и которые опасны, я это совершаю вместе с моим коллегой вместе. И в любую секунду, если я теряю сознание, она готова меня подхватить и вытащить наверх. Я уже не помню, сколько раз Тань спасала, но я вот на 100% в ней уверен, что она это сделает. И делала она это несколько раз точно. Веревка. Что ты там делал? Ну так срывать в темноте, знаете ли. Что-то дергал, 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 дергал. Фу. Ну, что там? 70 метров. Трос выставили на 71 метр. Я нырнул, а поскольку веревка у нас была старая, статическая, там погрешности набежало полтора метра. И вместо 71 я нырнул 69,5. Чтобы нырнуть под лед, нужно совместно приложить усилия многим людям, которые тебе фактически помогают это сделать. И сам ты действительно ничего не сделаешь. Не будет проруби, не будет тепла, не будет поддержки, не будет страховки. Ничего ты не сделаешь. Ну, можешь утонуть, правда, да. И это можно. Ну, давай, давай, вот здесь, по-жёстче, резче, как бы резче движение. Резче, вертикальнее. Левой рукой на себя степи. Горься, вот. И зубами скрипи. Да, ну, чуть-чуть разозлить, соберись. Вот, да. Вот, вот, молодец. Ну, давай, не заваливай угол, ровней пили. Тебя не снижает. Смотрите, мы приехали в место, которое называется бухта биофильтров. Всё самое интересное в этой бухте вот здесь, вот около этой стеночки. Стеночка уходит на глубину примерно 5-6-7 метров. Основной ледовый щит примерзает к ней. И каждый день с приливами-отливами вот он ломается об эту стену. В результате образуются такие вот торосы, причём они здесь специфической формы, они такие круглые, как шары. Дальше стеночка, она покрыта там ламинариями, водорослями, фукусами. Там тоже есть обитатели литерали, глажаверные моллюски, которые сидят и на стене, и на этих водорослях. Чтобы встретить ангела, нужно специально этим как бы заняться. Поплавать, покружить в толще воды. Морские ангелы – это планктонные организмы, это моллюски. Выглядят они совершенно фантастически. На мой взгляд, на ангелов не очень похожи больше на чертей, потому что у них такие рожки на голове. Дорогой, привет! Привет, дорогая, ты меня нормально слышишь? Да нормально. Ты там как? Нормально, а сегодня 70, наверное, нового. Ясно. Темно там? Ну, нормально, привыкаешь. У меня фонарик есть. Я ей обычно не рассказываю никаких ужастиков, для того, чтобы она не волновалась. А потом, когда я уже здоровый или ситуация разрешилась, да, я ей все рассказываю. Молодец, говорит, отличный вид спорта. Больше никуда не поедешь. Максим несется. Максим, одевай, привет, скажи. Макс, привет! Скажи что-нибудь. Здорово. Застеснялась. Семейные отношения, они тоже подвержены каким-то, какой-то рутине. А когда я начал заниматься фридайвингом, то за счет того, что мы стали реже видеться, наши отношения стали гораздо теплее и ярче, потому что, ну, я очень сильно жду, когда домой приеду. Жена ждет, когда мы встретимся. Вы когда домой уже? А? Не будем вечер, говорю, со скандалом начинать. Ну, 12-го, скорее всего. Да я тебе напишу потом. Хорошо. Максим, ну ты что делаешь? Тот парень, который побил мировой рекорд 71 метр Андрайс, он сделал еще один нырок и нырнул 75 метров. И, соответственно, у меня утром сегодня поменялся план. Вместо того, чтобы нырять 72, 73, мне надо было нырять 76. Я не понимаю, как ты считаешь. Полтора метра разница в веревке. Да. Мы ставим мою глубину, 76 метров, и прибавляем полтора. Получается, 76 плюс полтора – это 78 метров округлено. Где 80, да? Я попросила Костю страховать, значит, рекорд, есть рекорд. Мы будем, скорее всего, вдвоем его страховать. Так будет правильно. На всякий случай. Как плыть относительно тебя? Лицо смотреть? Да пофиг. Вообще пофиг. Только, смотри, я где-то после 10 метров могу перестать плыть, задуматься так, прикидывать, всплывая или не всплывая, и, может быть, опять начну. И перед поверхностью я выдохну. Если что, не пугайся. Андрей – очень сильный фридайвер, который ныряет глубоко, и он поставил задачу, на мой взгляд, вполне выполнимую для него. То есть, если бы он поставил задачу, скажем так, нырнуть на 100 метров, я бы сомневался. Не то чтобы в адекватности Андрея, но в возможности сделать такое. Две минуты. Нырять не хотелось. Надо прям через себя переступить. Я просто останавливаю этот внутренний диалог и просто сосредотачиваюсь на своих ощущениях, на ощущениях тела и того, что меня окружает. И потихоньку он стихает, и там некому говорить. Там просто тишина. Пять, четыре, три, две, одна. Старт. Одна, десять. Разворот. 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 Дыши, 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 еще дыши, еще дыши, еще дыши, спасибо, дыши, дыши, почти 78, молодец, 78 метров, Поздравляю, круто, спасибо, с тобой, Андрей получается, звери, Таня сказал 78, ой, 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 вроде, тот чувак, который мировой 71 нырял, он 75, честно говоря, Очень было интересно посмотреть на то, как я буду реагировать на то, что я больше всего не люблю, на холод. Я два года Тане говорил, что я не люблю холод, я сюда не хочу, не надо вот этого всего. С этим можно работать. И в этом можно даже находить приятные стороны и получать удовольствие. Есть даже большая вероятность, что я сюда вернусь. Это не странно, и действительно попробую еще дальше углубляться. Мамочки! Если тебе это нравится, то для тебя нет ничего невозможно. Если тебе это интересно, если твое внимание все вот в этом. То есть можно искать сотни причин, почему это не делать, а можно найти сотни возможностей, чтобы сделать это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...